Надо вспоминать, мой отец археолог, который существовал первым, кто раскопал археологические памятники в Ураре и представил в публике, например, раскопка, например, Блуре, первое, я могу сказать, что тем, что ревуни урарской культуры стала известной миру, известной, знаменитой, более-менее понятной, культура, которая легла в основу и культуры органского народа. Это то, что делает искусство и культура. Искусство и культура обогащают жизнь людей, жизнь народа. В частности, возвращая какие-то части истории, это обогащает людей, обогащает людей. Вот очень важное понятие качество жизни. Мы с вами поговорили, что и галерея, и музей улучшают качество жизни людей. История улучшает качество жизни людей. Когда у людей есть память, когда им рассказывают, что можно вспоминать, что было в прошлом, это делает их жизнь лучше. Они все больше отличаются от животных. Человек не очень отличается от животных. Первое, что отличается тем, что у него есть память. Есть попытки, скажем так, урарское наследство отобрать у армянского народа? Я бы не занимался дележом урарского наследства. Когда были урарты, никаких народов, которые есть сейчас, не было вообще. Урарское наследие принадлежит многим народам. Армянам в том числе. И когда начинают делить наследство, мы начинаем в воинной памяти. Оно богатое и широкое. Его можно вполне спокойно делить всеми теми, кто действительно происходит с этой земли. Те, кто воспринял либо урарский язык, либо урарскую культуру, либо элементы урарской культуру. Музей превращает воинной памяти в диалог культуру. Урарх – это великая культура, проявляется важной частью мировой дни. Она принадлежит всем армянам в том числе.